Всем привет, сталкеры! Снова я нахожусь в аномальной зоне сталкера онлайна. Сижу я на гурмане, и как вы видите, я себе купил штаны вороньего леса. То есть у меня теперь полный фул вороньего леса. Давайте я встану, чтобы было удобнее рассмотреть все это дело. Вот так вот. Армейский я, конечно, свой продал, потому что у меня не хватало. В итоге я опять с секвой, но зато в полном фуле. Ну, для тех, кто хочет посмотреть полностью торговлю, не вопрос. Ссылка в описании. Два с половиной часа стрима и торговли. В итоге я все себе прикупил. Правда, у меня еще много ненужного хлама осталось. Ну, как ненужного? Кому-то он нужен. Я его сейчас понемножку продаю. Вот у меня джинсы, всякие куртки, штаны. Лишние МЗА, фонарики, прицелы, Беллы. Это все, что осталось. Сейчас я уже продал. В общем, кому интересно, ссылка в описании. Смотрите сам процесс торговли от начала и до конца. Ну, а у меня сегодня будет ходка такая проверочная. Я хочу проверить, как в полном фуле бегать вороньего леса. Да, это у меня все-таки ног не было. Я бегал без ног. Посмотрим. Как по защите будет. Так, ну погнали. Я иду туда не просто так, не в окрестности Любича. Ну, а в принципе, да, это и есть окрестности Любича. Я иду далеко-далеко. Так, убьем кабана. Разделаем его. Посмотрим, что там будет около. Или не около. В самом кабане. Может быть, шкура будет. Ну, хотя шкуру сейчас уже так не ценится. Да, ничего тут нет. Ну, как обычно. Ну, это тоже нормально. Можно. Заработать неплохо. На клыках, на ногах, на мясе. В общем, бегу я сейчас. Мне нужно... Так, так, так. Данные для литовского. Вот. Я взял литовскую задачу. Он в деревне Выселки. Я сбегал к Шперлингу, взял у него отчет. И потом сбегал к доценту Симонову, взял отчеты. Вот, сводки. И теперь нужно литовскому отнести их обратно. Литовский находится... Где он находится? В деревне Выселки. Вот она. Литовский где. В самом верху карты. В общем, мне бежать еще далеко. Ну, так как я бегу не просто так, отнести документы, а испытываю все-таки фул вороньего леса. Тело и шлем я уже как бы оценил. Да, действительно, очень хорошая защита. Ну, такая средняя защита от пулевого урона, от аномалии, от мутантов. В общем, самое то. Ну, ноги, я думаю, им не уступают защите. То есть, по показателям они такие же. Просто раньше я бегал в джинсы какое-то время в черных. А теперь уже у меня на ногах тоже броня. Так, ладно. Давайте поставим детектор в удобное для нас положение. Можно и кабанов приманить, дед. Вот еще один там бегает, да. Пробежимся. По аномалиям, может быть, убьем мишку. Мне по квесту он, кстати, тоже нужен. Когти будешь отнести. Так как я вышел в ходку, в обычную. Разделываю всех подряд мутантов. Это понятное дело. Деньги зарабатываю. Денег у меня сейчас после торговли вообще нет. Ну, я понемножку, конечно, продаю разные вещи, которые у меня остались. Но они дешевые. Поэтому особо прибыли не будет. Но 166 тысяч есть. И это уже хорошо. У меня с собой 4 контейнера. У кладовщика лежит еще 4. Ой, еще 4. Еще 2. В общем, у меня 6. И еще на другой базе еще один. 7. В общем, 7 у меня больших контейнеров. 2 маленьких. Контейнеров у меня очень много. Откуда, сколько так много появилось? Опять же, смотрите мою торговлю. Ссылка в описании. Там все подробно с начала и до конца показано. Как что я торговал. Где я что все это получил. Так, ну пробежим здесь быстренько по химическим аномалиям. Посмотрим, что да как. Может быть, будет артефакт. В общем, теперь я контейнерами загружен под самое не балуйся. Теперь я могу все подряд артефакты складывать. Марио, не Марио, пофигу. Все подряд. Так, а сейчас табраствор. На дольше хватает бутылки. Поэтому я вообще могу насчет этого не париться. Так, ну ничего так. Вот артефакт, кстати, смотрите. Экран. Ну вот первый артефакт в моей ходке. Если бы не детектор, не заметил бы. Так, ну давайте. Подберем его. Положим в контейнер. Так, контейнеры нужно, наверное, спустить вниз. Да, я думаю, так и нужно сделать. Белла трещит ужасно. Я пока его выключу. Да, я знаю, что тут накапливается радиация. Ну да ладно. У меня антирад есть. Мне хватит. Кстати, да, тут очень много радиации. Я же рядом стою. Давайте отойдем в сторонку. Положим первый артефакт в контейнер. О, а тут облучение. Ну да. Так, все. В общем, можно отсюда валить. Пойдем к химостонику. Посмотрим, что там. Ну, Беллу уже можно включить, конечно. Но по защите, скажу я, в ноги прям чувствуется разница. Вот я до этого бегал в джинсах черных. А теперь сейчас одел ноги. И вот побегал по зеленке. Чуть-чуть очень здоровья потратил. Ну, прям совсем чуть-чуть. А в джинсах я бы прям... О, артефакт Марио. Марио что, никто не подбирает сейчас? Все ж мотятся на контейнеры. И на эти. У нас табрастворы. Ну, я не такой ж мот. Поэтому подберем. Так, у меня теперь для каждого вида артефактов свой контейнер. То есть, к примеру, экран я в один кладу. Марио в один, резину в другой. И все так по порядку. В общем, я могу теперь этом себе позволить. Контейнер мне достаточно. Ну, что, пробегу сейчас по-быстрому здесь. Посмотрю, что-то как тут. Пару Марио подберу, если будет очень даже неплохо. Я сейчас принялся глобально прям... Вот еще один у Марио. Делать настойки. А там Марио нужно. Настойки я использую для себя. На продажу выставляю. Их очень хорошо разбирают. Так, в каком? В этом у меня Марио лежит. Во втором, кажется. Если не ошибаюсь, то да. Да, все правильно. Так, ну вот, я уже подобрал три артефакта. Ходка только началась. И это уже даже очень неплохо. Так, я планирую попасть еще в аномалию. Ну, специально, конечно. А может быть и не специально. Чтобы проверить, как... Ешь защита и... Чтобы проверить, можно ли выбраться здесь. В принципе, вот из таких аномалий получалось выбираться. Но сейчас-то у меня фух. Все-таки ноги тоже защищают. И нужно проверить. Как? Сейчас. Так, ну вот, я пробежал. Немножко меня поранило, но не совсем. Радиация, конечно, да. Радиация как была, так и осталась. Но надо антир откольнуть. А вот все остальное, защита, смотрите. Не так уж сильно меня побило. Хотя я и в жарку залез. Даже больше половины осталось. Здоровья. Очень даже неплохо. Так, ну давайте тогда Марио. Вот Марио сразу видно. Подберем еще одно Марио. Блин, такое ощущение, как будто тут... Марио никому не нужно. Все охотятся до сих пор с медведями. Ну да ладно. Пусть охотятся, а мы будем на артефактах охотиться. Это супер. Да, ну мне медведя, кстати, тоже нужно убить. Когти пучу принести. Ну, это терпит. Мне это не к спеху. Бью я еще своего медведя. И не одного. Так, ну хотя, почему бы и нет. Вот, кстати, медведь. Я его не убил. Но я помог сталкеру, который его убивал там. Да, ну не вопрос. Помог и помог. Пусть он его разделает. Может быть ему повезет. Будет шкура. Или голова. Ну или, как обычно, свинец с мясом. А у меня дорога лежит дальше. Так, что у нас тут помечено? Да, этот баг до сих пор не исправили. Когда включен детектор. И Беллы не отображается название. Так, аномалии. Аномалии, аномалии. Я иду прямо туда, куда мне нужно. Прямо в аномалии. Так, что это было? Какой-то выстрел. Ну да ладно. Будем надеяться, не по мне стреляли. Так, ну что тут у меня? Помечено, что аномалии. Где аномалии, не вижу. А, я до них еще не дошел. Ладно, бежим дальше. Ну неплохо. Мне определенно нравится. Ноги тоже вороньего леса. Очень даже неплохие. Единственный минус, конечно, все-таки это броня. Броня тяжелая. Ну не совсем тяжелая, но тяжеловатая. По 14 килограмм весят тело и ноги. И 2 кило весит шлем. То есть 30 килограмм я на собой таскаю, на себе. И у меня 2 килограмма всего свободных. Потом будет перегруз. Да, вот такие пироги, так сказать. Не очень хорошо. Перегруз. Ну а куда деваться? Так, вот здесь тут-то должны быть аномалии. У меня на карте помечены. Давайте посмотрим. Да, я помню это место. Хотя тут было всего лишь пару раз. Тут вот как раз точка сохранения. Так, ну почему-то я не вижу сейчас аномалии. Может быть они исчезли? Вполне возможно. Ну давайте сбегаем на точку. Сохранимся. На, точка возрождения изменена. Ну пойдем дальше. Да, у меня тут помечено, что есть аномалии. Но это было до обновления зоны. Теперь аномалии плохо видно. И вполне возможно некоторые из них поменяли место. Дислокацию, так сказать. Поэтому я нифига тут ничего не вижу. И даже детектор не пищит. Но я иду сейчас дальше. Может быть там будет все на месте. В общем теперь я бегаю почти как наемник вороньего леса. Единственное то, что у меня оружие другое. Вот. А вот рюкзак такой же как у них. И рюкзак этот, сиквой, не особо хорош. Быстро будет перегруз. Мне нужен или КБО рюкзак, или армейский. На КБО, конечно, у меня пока денег нет. А вот на армейский накопить вполне возможно. Все-таки вот у меня разница всего лишь 2 килограмма. Ну, впритык прям, впритык хватает, чтобы не было перегруза. Так что армейский нужно покупать. Буду копить теперь на армейский. Это вполне возможно, потому что я теперь могу дольше не ходить. Допустим. На базу сдавать артефакты. А могу бегать по зоне, не спеша собирать арты. Много-много-много. А потом уже их сдавать. Да, у меня с собой сейчас 4 контейнера. Можно еще взять парочку, не вопрос. И идти только, допустим, к ученым. Вот я, кстати, вижу аномалию. Ну да, в принципе, я правильно пришел. Сейчас посмотрим. Вот. И идти к ученым, к примеру, когда будут все контейнеры заняты. Так. Бог в помощь. Маклан мне пишет. Спасибо, тебе тоже. Так, ну как обычно. Свинец, мясо. Так, там надо посмотреть. Вон, еще вдалеке я вижу аномалии. Проверить. О, тут и химические аномалии. Да. И они на карте не отмечены. Вдалеке я вон еще вижу аномалии. Пусто. Тут тоже пусто. Где-то стреляет сталкер. Да, химические аномалии сейчас так не видно. Ну вот, по писку можно определить. Как вы слышите, писк Беллы. Сразу показывает, где аномалии. Так, ну здесь мне не повезло. Тут не я один хожу. Тут еще сталкеры бегают. Так, ну ладно. Давайте сориентируемся. Куда нам идти? Да, я все правильно иду. В ту сторону. И пойдем. Сталкер, походу, недавно в зону попал. Ну, не недавно, наверное, долго отсутствовал. Да. И удивляется новым изменениям. Ну что ж, привыкай, да. Арты тухлые теперь уже не нужны. Если тебя долго не было, все твои арты, которые ты не успел обменять, или которые протухли, теперь можно выкинуть. Спрашивай, даже антиграф Б? Хм. Любые. Да, не повезло тебе, сталкер. Антиграф Б тухлый тоже. Ну, зона меняется. Не понимаю, что в слове любые, ему было непонятно. Пишет мне. Антиграф Б даже, я говорю, любые. А везы. Везувий не относится к любым артефактам. Ну да, сталкер просто не хочет в это верить. Ну, придется. Да. У меня перегруз. Вот о чем я говорил. Броня-то неплохая, но с рюкзаком... Вот, видите, как у меня теперь он медленно-медленно будет бежать. С рюкзаком вообще не вариант, так как я люблю, в принципе, охотиться, собирать части мутантов. Да. Слишком много броня весит. Хотя есть броня и побольше весит. 30 килограмм для полной фулл брони это не так уж и много. Это нормально. Но у меня теперь вот перегрузы. Что мне теперь делать? Давайте разведем костер. С перегрузом бегать-то не особо хорошо, правильно? Ну вот единственный минус, наверное, хорошей брони. Потому что она весит тоже хорошо. Поэтому многие сталкеры предпочитают по минимуму надевать на себя броню и бегать налегке. Ну, я себе давно хотел приобрести полный фулл. Поэтому, в принципе, мне перегруз особо не доставляет мне удобств. Просто я буду копить на рюкзак, на тот же армейский. Плюс 5 килограмм уже достаточно будет. Поставим здесь немножко, пожарим. Почему бы и нет? Вон кабанчик. Бежит. Его тоже заколбасим. Ну давай беги уж быстрее. Сколько тебя можно ждать. КОНЕЦ Так, тут вообще даже свинец. Ладно. Посижу я около костра, немножко отдохну и продолжим. Так, ну вот, пожарил я мясо. Перегруз у меня исчез. Все-таки такое мясо. Кстати, давайте посмотрим, сколько такое мясо весит. Действительно. Так, сырое мясо весит у нас 0,2 килограмма. А жареное мясо 0,15. Ну да. Если в больших количествах носить, то жареное мясо будет весить меньше. Нормально. У меня еще с собой сало есть. Я с собой сало взял. Так, ладно. Кабанчиков не будем трогать. В принципе, понятно. Идем дальше. Да, прямым курсом. Только нужно его немножко скорректировать. Вот так вот. Да. Даже вот так вот. Так, впереди аномалия. Да, тут уже есть аномалии. Не нужно забывать об этом. А вот у меня тут ничего на карте не помечено. Да. Но я не буду сейчас проверять, как мой костюм справится с аномалией. Мне сейчас нужно дойти до литовского. А где-нибудь рядом с базой можно будет и проверить. Почему бы и нет. Так, что у меня с патронами? У меня патроны это всего лишь 200 штук. Я в последнее время очень часто использую калаш. Раньше в основном бегал с айгой, а теперь с калашом. Такие вот пироги. В принципе, мне очень нравится 102-й. Отличный с ним. И на ближнем бою тоже неплохо. В общем, я уже почти перестал использовать айгу. Очень редко ее беру в руки. О пистолете-пулемете, который у меня на поясе, я вообще про него забыл. С этим успешно калаш справляется. Я вот не знаю, может быть, стоит отказаться от всего этого оружия и бегать с одним калашом. Даже не знаю, даже не знаю. Есть, конечно, такой соблазн, но привык уже бегать с айгой, с пистолетом-пулеметом. Не знаю, может быть, следующую входку рискну. Взять побольше патрон и пойти, к примеру, без сайги. Так, ну что, можно, конечно, здесь постоять, подождать ведунов. Мне они нужны тоже. Пострелять их. Но не люблю я это дело, стоять только на одном месте. Пойду я отсюда. Да, нужно, наверное, пока использовать сайгу, потому что патронов у меня очень мало на калаш. Поэтому стреляем из сайги. Сайга, конечно, убойная штука. На ближнем бою вообще прям просто супер. Но у калаша есть оптика. Так, разделаем этих кабанов. Перегруза у меня пока нет. Все-таки патроны немножко кончаются. Ну, на короняк что-нибудь выкину. К примеру, ноги. Хотя не хотелось бы, конечно. Так, можно поглядывать. Так, что там свинец. Как обычно. Ну, у меня еще немножко осталось до выселок дойти. А там потом уже решим, куда дальше двинуться. Так, ну, как обычно. Ноги, мясо, свинец и клыки. Стандартный набор. Шкуры нету. Так, все, пойдем. Деревня впереди, кабаны. Тут, кстати же, тоже аномалии есть. Хорошие места. Нужно будет сюда забежать. Так, ну, что, кабанчик, иди сюда. Убьем тебя. Так, ну, дальше я, наверное, пойду в пещеру паукана. Ну, по крайней мере, в ту сторону. Ну, и по дороге зайду на базу лесопилка. Хотя они будут даже метку добавлять. Я и так знаю, где она. Да, зайду на базу лесопилка, и там весь этот хабар, который я добуду сейчас, части мутантов, я его скину. И дальше пойду уже налегке. Действительно. Вот у меня опять перегруз, но тут кабанчики стоят. нужно их заколбасить. Закат солнца красивый какой. И прям мне в глаза светит. Ну, ё-моё. Ладно, разделаем пока этого кабана. Так, экран. А у меня есть уже три Марио. Очень даже неплохо. Когда забью полный контейнер, и пойду уже к ученым, и все. С дамом. Так, ну как обычно. Да, перегруз. С перегрузом особо не побегаешь, но пока придется терпеть, пока не куплю себе. Новый рюкзак. В принципе, 2 миллиона стоит армейский. Заработать на рюкзак, в принципе, можно за 2-3 ходки по артефакту. Если особо не тратить на патроны, к примеру. То нормально. Ну, опять стандартный набор. Шкуры нету. Скинем свинец. Так, можно будет мясо пожарить. Но сейчас мы к литовскому зайдем. Отдадим ему документы, которые я взял. Посмотрим, какое задание он даст мне дальше. Так, а что у меня? Мне нужно поднять репутацию охотники. У меня 3940. До 4-х надо догнать и посмотреть, даст ли мне гурман в задаче добывать для него мясо постоянно. нужно поднять Нужно поднять репутацию охотников пока непонятно. Что там за задание и взять я его не могу. Так, вот лапа паука нам нужна для обмена. Конечно, проще верлеок настрелять, но можно и паука убить. Так, подходим к выселкам. Тут ничего интересного особо нету. тут хлама тоже нету. Пауки ходят. пауков разделаем. Опять лапа. Ну да. А что я еще ждал? У паука только лапа. Так, ладно. Нам вообще не туда нужно. Нам нужно немножко подальше пройти. В дом, где идет дым. Там как раз сидит литовский. Так, вот он дом. Что-то я вообще потерялся немножко. Не в ту сторону пошел. Так, а где выход? О, привет, брат, по броне. Я почти такой же, как ты, только автомат другой. Да ладно, убьем сейчас кабана, не вопрос. Ну, давайте его разделаем тут. У этого тоже ботинки грязные. Какие наемники все не культурные. Даже обувь не могут почистить. Так, разделываем кабана, посмотрим, что там будет. ну, как обычно, как обычно, О, нет, не как обычно. В этот раз шкура кабана. Да надо же. Ладно, где тут у нас литовский тусует? Вот он сидит, лысый черт. Так, насчет твоего задания. Я принес сводки. Так, жду тебя через два дня за новыми поручаниями. Закончить диалог, есть работа, сходить за новыми сводками. Так, через два дня. Так, насчет твоего задания, зайду позже. Все, только сводки. Больше ничего не дает. Ну, да ладно, давайте посмотрим, что тут у нас. Так, репутация одиночки на 10 уменьшилась, бандиты на 80 уменьшилась. Блин, плохо. Военные уменьшились на 80, нифига себе. Наемники увеличились на 300. Опа. Ученые увеличились всего лишь на 10. У сталкеров на 100 уменьшилось. Ой, какой-то плохой квест у всех уменьшается, столько у наемников увеличивается. куда мне столько? 35 тысяч рублей дал. Неплохо. 2000 опыта выживания, 6000 опыта поддержки. Так, да, если нужно поднять репу у наемников, то прямиком сюда. 300 дается за этот квест, очень даже неплохо. А вот у всех остальных она только упала. И это плохо. потому что мне наемников больше прокачивать не надо. Я прокачиваю бандосов. У бандосов упало, блин. У военных тоже упало плохо. Ну да ладно, сейчас очень много мяса. И мясо можно поднять на репу бандосов. Так, ну куда мы пойдем дальше? Дальше. Дальше мы пойдем по артефакту. Ну только у меня перегруз. Так, где у меня? О! Не все так просто. Он дал большой паек. Вот, у меня появился, смотрите, большой паек. Ммм, неплохо. Значит, вон он еще что дает. 35 тысяч и большой паек. Ну, очень даже хорошо. Так, давайте разведем костер. Нужно пожарить мясо. А то у меня перегруз. Так, ну пока я буду жарить мясо. Я как раз немножко и отдохну. Ну, а потом продолжим. Так, ну вот, дожариваются последние куски мяса. Сейчас я их заберу и пойду дальше. Костер потушим. Да, перегруз у меня. Ну, перегруз от того, что у меня много ног и шкура. Шкура весит 3,5 килограмма. Ну, я шкуру, конечно, не буду выкидывать. Ноги я хотел выкинуть, но перегруз все равно остается. Да, под такой броню нужен рюкзак хороший. Ну, или бегать не так плотно экипированную, допустим, как я. Так, пойду я. Тут есть рядом аномалии. Будем надеяться, что там есть артефакты. Так, да, вот я прямо иду. Как раз. Хотя тут сталкеров, я смотрю, много бегает. Скорее всего, тут уже ничего и нету, пусто. Ну, раз я уж рядом, нужно проверить это местность. Может быть, что и повезет, найду. тут и химические аномалии есть, и жарки. И пауки. Ладно, не буду я разделать паука, у меня и так перегруз. Два сталкера из ярости там что-то стоят. Ну, вот они тут тоже артефакты собирают. Ну, вот один сталкер умер. А, попал в какую аномалию. Из нее фиг выберешься. Что, он потерял что-нибудь? А, потерял. Ну, этого тоже засосало, смотрите. Стабилизатор, в общем, они потеряли. Не выберешься ты. Потерял стабилизатор. А вот я попробую. У меня-то броня получше будет. попробуем? Давайте. Только давайте кольнемся сначала. Так, ну че, вперед. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. О, короче, меня завалил этот сталкер. Вот как нехорошо делать. Ну, да ладно, я пойду в безопаску. я потерял шкуру кабана. Вот я оказался. Где? Смотрите. Я потерял шкуру кабана и стабилизатор я не взял. Я тоже стабилизатор потерял. Эх. А, нет, смотрите, 9.19 нету. Набор противоядия, средства радиации, шкуру кабана. А я не поднял что ли стабилизатор? Да, действительно, я его не поднял. А мне показалось почему-то, что я его поднял. Так, и где я нахожусь сейчас? О, вон аж где. Ну да ладно, попытка не пытка. Сталкер нехороший, добавим мы его во враги. Ну и тогда нужно курс скорректировать, куда я сейчас двинусь. Я не пойду туда уже. Так, ну можно, конечно, здесь опять пробежать аномалии, посмотреть. Можно сбегать в Д6, ну что там делать? А, патроны можно прикупить, кстати, да. Потом пробежаться по аномалиям, пострелять брутеров и пойти в пещеру паукана. Ну, почему бы и нет? Давайте так и сделаем. Не получился мне стабилизатор понять, я немножко замешкался, не на ту кнопку нажал, так бы я успел. Ну да ладно. Так, аномалия, аномалия, аномалия. побегаем здесь, тут аномалии должны быть. Может быть, артефакт найдем. так, Так, в общем, тут у меня помечено, что есть аномалии, но я их не ощущаю. Наверное, немножко аномальные поля сдвинулись после обновления зоны, но, скорее всего. Ладно. Надо, значит, отсюда меточку вот эту убрать, и вот отсюда убрать. А вот тут аномалии остались. Разделаем сейчас кабана, посмотрим. Шкуру я потерял. Ну, мне шкура особо не нужна, ее сейчас и за 5000 можно купить на доске. Никому она нафиг не нужна, нет. Шкуры уже, по крайней мере, кабанов и собак. Вот, ну, зато она меня избавила от перегруза. А сталкер пусть порадуется, если подымут, конечно, из-за аномалии ее. Так, побегаем здесь, посмотрим. Белла пипикает, видно сразу, что впереди аномалия. Хотя эту аномалию и так видно. Впереди еще одна аномалия, ее тоже видно. Вот еще одна. Жарко. Опа, артефакт. Где ты? А, ты, скорее всего, Марьева, да? Ну да, как я угадал. Действительно, артефакт Марьева. Подберем. Марьева, тоже артефакт. И положим его куда в контейнер? Да, вот, в контейнер с Марьевым. Свинец надо выкинуть. Пойдем дальше. Убьем кабана, чтобы тут не бегал. Ну и разделим его, конечно. Темнеет начинает, вечер уже в зоне. В принципе, я недалеко от базы, от гурмана. Так что я всегда могу вернуться. Так, ладно, ничего интересного нет. Вот, у меня опять перегруз. Ну да, перегруз, перегруз. Нужно срочно собирать денежки на армейский рюкзак. Или просто таскать с собой поменьше. Оружие, может быть, стоит убрать пистолет-пулемет и бегать без него? Ну, как вариант, почему бы и нет? Можно. Ну, или не разделать пока мутантов. Отказаться от этого занятия. Чтобы не было перегруза. Просто убивать их и все. Так, а куда я теперь иду? Да, можно выйти на дорогу. Сходить в Д-6. Прикупить там немножко патрон. Опа, я зашел прям в аномалию. Ну, ноги держат неплохо. Давайте по ней пройдемся, посмотрим. Да, неплохо, в принципе, ноги держат. Ну, радиация, конечно, никуда не денется. Она накапливается поразительно, прям быстро. Но ноги прям неплохо справляются. Был бы я, к примеру, в джинсах, я бы... Таким макаром бы умер бы там. Так что защита хорошая у ног. Аномалии. В общем, отлично. Костюм единственный, да, он весит много. Нужно рюкзак хороший. Тогда будет все отлично. Ну, вот, я сейчас прям по ней пробежался. Очень даже неплохо. Больше половины здоровья осталось. Блин, сколько кабанов. Ну, не буду я стрелять их. У меня и так перегруз. Пойду в Д-6. Да, пойду в Д-6. Сдам там ноги, барыги. Что у меня там еще, клыки. Мясо. Можно, конечно, еще пожарить, но куда мне столько мяса? Тем более у меня нету дров для костра. В общем, идем в Д-6. Отлично. убиваем кабанов но не разделаем кто-нибудь другой может разделает если за мной сталкер примеру идет но вот сталкер бежит мефистофель с красным логином не выстрелит ли он спину нет ну то ладно ем дальше так вот подходим их d6 сейчас я там немножко отдохну закуплюсь мне нужно прям буквально патронов 300 я думаю на автомат и хватит ну и конечно ноги продать у меня 26 клыков 19 ног мясо еще это перегруз ужасно хотя нет не ужасно и 78 78 прям чуть-чуть так о я тут вижу аномалии а вот у меня не на карте не отмечены да нужно пометить чтобы знал на будущее вот спереди аномалия видно сразу впереди еще одна аномалия не так уж тут их много но все же так деда 6 то база барыги кажется вот здесь где-то если я не ошибаюсь да вот все правильно я вышел барыга наемников у меня кстати репутацию наемников самая большая сейчас посмотреть так репутация наемники 5600 они самая большая барыг у меня репутация 6400 но принципе да у наемников тоже большая так чему можно толкнуть конечно не тот наемник который покупает все но нет это слишком за 1000 рублей нет не продам тебе извини чувак ну патрон прикуплю тебя блин дорогие тут они ну да ладно добавим сколько 300 пойдет ну перегруз опять конечно от него уже никуда не деться так давайте посмотрим это рецепты вернее чертежи для восстановления шлема сколько нужно тут там стальная пластина две штуки для шлема нужно так информация бронежилет четыре штуки шесть пластин ну и соответственно ноги четыре десять пластин в общем можно восстановить так сталкер меня потерял давайте выйдем на улицу может быть он меня увидит так ночью у меня древесины нету да так бы можно было костер разжечь но древесины у меня нету давайте наверх залезем подождем сталкера хирурга нам скорее всего составит компанию мы пойдем вдвоем уже так мы подождем а вот видит он меня уже откуда он бежит я не знаю он у меня в отряде а вот он бежит хирург он группировки военные так но и так понимаем и дальше пойдем вместе перекусили немножко ну на этом я сталкеры с вами попрощаюсь увидимся в зоне до встречи пока пока